Для тех, кто страдает бессонницей и не любит ложиться рано спать, раз в год уж точно есть чем заняться. А если еще это и любители искусства, то время будет проведено и интересно, и с пользой. Уже 9 лет в мае коллектив Лицкого историко-художественного музея к Международному дню музеев готовит насыщенную мероприятиями программу. Если в предыдущие годы музейщики занимали посетителей лишь одну ночь, то в этом решили не давать им спать три ночи подряд. Музейный приптих – три объекта, три свои особенности. Но объединяет в этом году наши объекты тема «Час и». Два направления. Если мы сложим это слово полностью, то появится в основе слова «часы». Мы показываем, что музей – это время. Время определенного этапа, определенного жизненного отрезка. Но мы показываем как часы, как время. И в то же время, как то, что окружает человека с недавнего прошлого – это часы как объект. Вход на ночь в музей вплатный, но организаторы предложили альтернативу. Вход в музей был свободным для тех, кто передавал в дар музей любые старинные часы – наручные, настольные, напольные, либо иные. Но это не единственное условие. Также у часов должна быть история, связанная с Лидой. Посетители, которые приносили предметы с циферблатом, вместе с научным сотрудником музея, составляли для них научный паспорт. Настроение посетителям создавали артисты Большого театра Беларуси. Оперные певцы исполняли русские и зарубежные хиты XX века. Если же душа была настроена не на оперное пение, а на разговоры, то и такая возможность в музее была. Рассказать о своем лучшем периоде в жизни можно было в тайной комнате путешественнику во времени. Он же делился информацией о часах, которые есть в Лиде, а их не менее десятка. Не обошлось и без вопросов посетителям. Часам в музее было уделено много внимания. Если кого-то интересовали эксклюзивные экспонаты, то о них познавательно рассказывал лидский коллекционер Андрей Фишбайн. Его личная коллекция насчитывает около 500 часов. На выставке он представил три экземпляра. Их история, конечно же, связана с Лидой. Часы, которые были подарены людям, которые проживали или по долгу службы несли, исполняли свой вольский долг в городе Лиде. Одни из часов, которые я принес сегодня показать людям, Часы, подаренные бывшему командиру Лидской 206-й авиабазы Терещенко Алексею Александровичу. Там стоит дарственная подпись президента Александра Георгиевича Лукашенко за проявленное мужество и стойкость. Вот. Ну, сами понимаете, что часы просто так получить от президента не получится, не каждому получится. То есть человек действительно проявил, были учения, в ходе учений. Тем более командир Терещенко был действующий летчик. Вот. И вот награжден этими часами. А как они попали к вам? Попали тоже интересная история. Я дружил с самим Терещенко, я не дружил. Я дружил с его тестем. Вот. Валерий Константинович Пузырев, майор в отставке. Вот. И, значит, Терещенко подарил своему тесту эти часы. А Валерий Константинович Пузырев передарил эти часы мне. Так как я коллекционирую предметы, связанные с историей города Лиды, поэтому эти часы у меня в коллекции. Уникальные часы можно было увидеть и в выставочном зале «Время и судьба», посвященном периоду Великой Отечественной войны на Личине. Там представлены часы, которые пролежали в земле 25 лет, но до сих пор идут. Нашли их в деревне Гуды при раскопках могил советских воинов. Работала ночью в музее и хрущевка 60-х. Если войти в нее, сразу переносишься на 6 десятилетий назад. Посетители постарше даже не сомневались, что они вернулись в детство и молодость. А вот молодежь с интересом рассматривала все экспонаты хрущевки. Ведь некоторые они никогда даже не видели. Я тут увидела много старых игрушек, которые были давно-давно. Сейчас они старые, могут даже поломаться, если их трогать. А вы когда-нибудь видели часы и свечи? Нет? А вот посетители ночью в музее сейчас знают, что это такое. Ведь они побывали на мастер-классе по их изготовлению. Эта локация, как отметили сотрудники музея, пользовалась наибольшим спросом. Возможно, потому что можно было не только узнать о технологии изготовления часов и свечи, но и взять их на память. Юных же посетителей музея в праздничную ночь больше привлекал квест «Таинственные находки и обитатели». Вопросов и загадок у организаторов было заготовлено много. И все об окружающей среде, о растениях и животных. Я поучаствовала со своими крысковцами. Они занимаются моим ведением и интересом. И мы решили вот так закончить свой учебный год, необычным таким вечером. посетить ночь музеев, вечером музеем. А квест очень необычный. Нам понравилось, конечно, потому что казалось, что все очень просто и легко. Но на самом деле, да, нужно было найти животные, растения, и все это соединить, и понять, какое время года это происходит, какое время дня ночи, то есть определить много всего. В общем, было классно. Полюбоваться картинами, скульптурами и авторским стеклом мастеров Березовского стеклозавода «Неман» можно было на постоянной экспозиции современные искусства Лицкого края. Кроме того, в программе «Ночи в музее» были также научное крио-шоу с жидким азотом, караоке-микс, аквагрим и настольные игры. Завершился праздник в музее огненным шоу от фаер-бригады «Огненные вороны». Однако это было лишь завершение первой ночи триптиха. В субботу вечером литчане отлично развлеклись в Лицком замке и у его стен. Здесь были организованы экспозиции и выставки, посвященные историческим событиям Литчины, квесты и интерактивные занятия, развлекательные программы и огненное шоу. На протяжении всего вечера работали тематические и развлекательные площадки. А вот воскресным вечером сюрпризы ждали и взрослых, и детей в литературном отделе музея, или, как его называют, литчане в домике Тавлая. Музейщики здесь организовали интерактивную программу, театральные зарисовки и пригласили на этнографические танцы. Были организованы площадки с аквагримом, шарж-портретами и другими развлечениями.